Здравствуйте. Вот хочется сегодня вспомнить почему-то про зондирование атмосферы. Это вообще очень интересная проблема. Когда-то, во времена Торричелли, она вообще была почти неразрешимая. Для того, чтобы прозондировать атмосферу, Торричелли хотел проверить предположение, что на разных высотах разное атмосферное давление. Приходится подниматься в горы. Вот какие вещи приходилось тогда делать. Ну, воздушные шары немножко помогли. Менделеев зондировал атмосферу на воздушном шаре. Представляете, поднимался. Сам старик Менделеев. Вот. Ракеты. Но всё это очень тяжело, громоздко и опасно, честно говоря. Рисковали Менделеевым ради зондирования атмосферы. Гораздо проще её пытаться зондировать с помощью каких-нибудь лучей. Правда? Ну вот насчёт радиоволн. Тут, ну что можно поймать? Ну, можно поймать отражение радиоволн от ионизированных образований. Ну, в общем-то и всё. По большому счёту. Радиоволны, к счастью, весьма хорошо через всё проходят. Да, через облака проходят. Для них это не опасно. Капельки воды, они гораздо меньше по размеру, чем радиоволны, поэтому они их не очень сильно отклоняют, искажают. Свет. Что может быть лучше? Так вот, очень удивительно, но для зондирования атмосферы стали применять прожектора. Я сам об этом не очень-то и знал. Я знал хорошо, как лазеры применяют, а вот прожекторы обычные... Ну, а что, собственно, удивляться? Были же прожекторы в противовоздушной обороне. Вместо радаров когда-то в небе лучи прожекторов искали цель, да, вражеский бомбардировщик. Вот. Скрещенный в перекрестие двух лучей попал бомбардировщик, значит, всё, собьют его. Вот такая была примета. Вот. Надо только понять, как надо эту атмосферу зондировать. Сбоку фотографировали этот луч, сбоку снимали спектр рассеянного света. Так вот, свет, который пускает этот сильный прожектор, он рассеивается. Разные длины волн по-разному рассеиваются на разных частичках, да, на частичках тумана, аэрозоля, дым, например, да, знаменитый, от лесных пожаров. Он тоже рассеивает пыль вулканическая. Но настоящая революция во всём этом деле наступила, когда стали использоваться мощные лазеры. Их стали называть лидары. Вот это такое зондирование. Есть радар, радио, вот это вот. А это лидар. Light emitting, да, световое излучение. Лидары. Это очень просто. Пускается вверх узкий, короткий пучок света. И где-нибудь на высоте километров 30, он, конечно, расходится. Расходится он на высоте километров 30, ну, получается, пятнышко размером, ну, метров 30. Импульс коротенький, 10 нс. Сейчас ещё короче могут сделать. Импульс коротенький, 10 нс. За 10 нс метров 30 тоже проходит. То есть вот эту вот всю атмосферу, принимая излучение, отражённое от этого вот кусочка света, например, такой пучок света, который длиной 30 метров так жжжжж кверху идёт и обратно рассеивается. И вот этот прибор регистрирует обратное рассеяние, спектр обратного рассеяния, да, интенсивность его. Можно на разных длинных волн зондировать атмосферу. Это вот вообще очень было в своё время революционное лидары, зондирование. Таким образом можно мерить скорость ветра в атмосфере, представляете? Ну, военные, конечно, первым делом использовали. Скорость ветра на траектории снаряда можно измерять, да, чтобы точнее попасть в цель, да, поставить такой лазерный прицел на танке. А он ещё и прозондирует атмосферу по всему пути и температуру, вычислит и скорость ветра. Вообще кошмар, конечно. Мы, люди, из всего можем сделать какое-нибудь орудие убийства, правда? Вот наше свойство какое. Удачи вам, всех благ. Здравствуйте. Горизонт, знаете, такое вот манящее слово, да, там, за горизонтом. Интересная вещь, кстати, горизонт. Вот жалко, что вот мы сейчас живя в городах или на пересечённой местности, фактически никогда не видим горизонт, или почти никогда. На самом деле, горизонт – очень интересный объект для разглядывания. Особенно, когда происходит что-то такое вот замечательное, восход или заход какого-нибудь светила, луны или солнца. Вот вы посмотрите повнимательнее, как садится солнце. Между прочим, очень часто бывает, что солнце пропадает из вида над горизонтом. На самом деле, нам представляется, что земля как бы чаша, да. Дело в том, что всё зависит от того, нам бывает земля кажется плоской, а бывает она такая вогнутая чаша. Всё зависит от распределения по высоте тепла, температуры, да, нагретого воздуха. Холодная вода – тёплый воздух, нам кажется, что мы, значит, в чаше. Холодный воздух – тёплая вода, наоборот. Вот такие вот вещи нам кажутся. Кстати говоря, так сказать, солнце пропадает из вида в какой-то момент времени. Вот такое, деформируется оно, солнышко, да, деформируется, рвётся. Бывает полоса, в которой её вообще не видно. Это называется аберрация. Вот это вот явление, которое очень хорошо наблюдается в том месте, где небо касается Земли. Между прочим, большая проблема. А какой формы небесный свод? Сейчас это смешно спрашивать, потому что мы знаем, что никакого небесного свода нет. Но, тем не менее, форма у него есть, можете сами проверить. Посмотрите на всходящую Луну. Ну, на Солнце лучше всходящую не смотреть, можно ослепнуть. Она большая и огромная. Когда она поднимается вверх, она кажется маленькой. Заметили? Совершенно так вот получается. На самом деле, это потому, что купол неба не сферический. Он как тарелка такой, приплюснутая, такая приплюснутая из полосферы, да. И вот поэтому нам кажется, что, понимаете, как, вот тут оно близко, Луна, да. Ну, она нам кажется маленькой. А вот там она на горизонте далеко, и она нам кажется большой. Это обман зрения. Впервые это объяснил в 11 веке один арабский астроном, между прочим. И кроме этого объяснения ничего нет. Почему? Вот никто не может сказать, и этот арабский астроном в том числе, почему нам кажется небесный свод таким вот приплюснутым? Никто этого не знает, никто не может объяснить. Но кажется. И поэтому угловой размер можно померить Луной около горизонта и на небе. Он будет совершенно одинаковый. Так же, как, скажем, угловой размер, ну, в кукольном театре. Все зависит от того, как близко вы думаете этот объект находится. Ну, это обман зрения, как это называется, спецэффекты, да, такие старинные наши еще. Вот. Кстати говоря, меня очень впечатлило в свое время, так сказать, море, когда я его первый раз увидел в Петергофе. Оно было таким огромным, бугром от меня уходило, да. Бывает, море уходит так вот с ферой туда вот, да, бывает тут. А вот в этот день было такое распределение, значит, температуры в атмосфере, что мне казалось, что нахожусь в чаше. Вот в такой вот. Мир, кажется, меньше, и мы находимся как в чаше. Море куда-то вздыбливалось от меня. Мне очень это впечатлило на берегу Финского залива. Кстати говоря, очень часто через море видно, ну, вот так вот, находясь на какой-нибудь небольшой высоте, ну, на высоте мачты, дома, обрывистого берега, километров 30 дальности видимости прямой. Да, вот прямая видимость. А за счет аберрации можно видеть объекты на 70 километрах находящихся, и на 80. Через, как там, Ла-Манш, да, так сказать, по Докале бывает видно другой берег. Хотя вот, исходя из самых простых геометрических соображений, увидеть его не нельзя бы, да. Из Сталина видно Хельсинки, из Петербурга Сестрорецк. Ломоносов видно из Петербурга. Хотя не положено. Вот такие вот чудные дела с горизонтом происходят. Удачи вам, всех благ. Здравствуйте. В 1761 году, в мае месяце, происходило очень важное астрономическое событие. Для наблюдателей, находящихся на планете Земля, Венера проходила по диску Солнца. Это замечательное явление, его одновременно наблюдали в 100 обсерваториях мира. Для чего наблюдали? Дело в том, что с помощью этого явления, зная точное время наблюдения, момента нахождения Венеры на диск Солнца, можно было определить точное расстояние до светила нашего, до Венеры и до Солнца, соответственно. Собственно говоря, это уникальный случай треангуляции был. Петербургская Академия Наук отправила несколько экспедиций на Ангару, на Сейлингу, еще куда-то далеко в Сибирь, почти везде. Погода оказалась плохая, наблюдать было нельзя. Ломоносов никуда не поехал, остался в Петербурге. И с балкончика своей квартиры на мойке наблюдал это явление, между прочим. И он обнаружил очень интересный факт. Он, собственно говоря, увидел нечто из разряда, ну как это сказать-то, миражей. Только он увидел мираж не в атмосфере Земли, да, а значит, что такое, так сказать, мираж, да, за счет отражения, преломления в воздухе, в нагретом луче Солнца. Мы иногда видим удаленный предмет, иногда летящий по небу корабль видно, иногда видно, что вот по шоссе едешь по нагретому, и кажется, что там прям вода, да, или это бы асфальт расплавился. На самом деле ничего там нет, да. Это так отражается свет от нагретого воздуха. Так вот, он видел нечто подобное на Венере. Он был первый, кто это наблюдал. Отражение и преломление света в верхних слоях атмосферы. Это так и называется явление Ломоносова. Между прочим, через 200 лет после того, используя записи Ломоносова, ученые вычислили плотность верхних слоев атмосферы, в которых это происходило, да, а преломление составило всего две угловых минуты. Вот, это было связано с тем, что в верхних слоях атмосферы Венеры преломление происходило, там, где очень разреженный газ. И выглядело это так. Вдруг, неожиданно, Венера оказалась окруженной светящимся колечком. Вот этот вот свет, преломляющийся в атмосфере, он и увидел. Между прочим, можно увидеть, как в верхних слоях атмосферы Земли отражается Солнце. Наш космонавт, генерал и художник Леонов, вот он это неоднократно наблюдал, картины есть у него, восход Солнца в космосе, да, там, где Солнце, или Луна, кстати, тоже отражается в верхних слоях атмосферы. Американцы сумели сфотографировать отражение Солнца в хвосте кометы. Комета – это разреженная такая среда, от нее тоже отражается, оказывается, да, могут отражаться. И вот они отражение Солнца сфотографировали там в хвосте кометы. Все это всего отражается. Вот, ну, надо только суметь это дело заметить и сфотографировать. Наверное, и звезды отражаются в межзвездных облаках, только нам с Земли это трудно заметить, потому что все-таки очень слабенькое это отражение, это, да, едва-едва видное. Вот Ломоносову повезло, на просвет все-таки он смотрел, да, и вот он это явление заметил. Ломоносов наш Михаил Васильевич, большого ума человек, между прочим. Один из ста астрономов, которые это наблюдали, он это вот заприметил. Остальные заметили только то, что атмосфера частично прозрачна, да. Когда диск Венеры накатил на Солнце, он оказался окружен таким туманным слоем, да, можно было просмотреть на диске Солнца вот такой туманный сероватый слой атмосферы, через который частично проходили солнечные лучи. А Ломоносов еще заметил вот это вот явление, так сказать, мираж на Венере. Удачи вам, всех благ! Здравствуйте! Представьте себе безлунную темную ночь, но без облаков, с одними звездами. И освещенность земной поверхности, она какая-то есть, очень маленькая, но существует. С помощью приборов ночного видения есть такие вот приборы, которые при свете звезд позволяют все хорошо видеть, например. Так вот, парадокс есть один. А парадокс заключается в том, что, оказывается, освещенность-то земной поверхности ровно в два раза больше, чем могут себе позволить нас осветить звезды. Пересчитали все звезды, померили, сколько какая звезда присылает нам энергии. Никак не вяжется. Стали изучать свет темного неба нашего, а он, оказывается, светится, свечение происходит. Спектральные линии есть, там даже есть линии натрия, да. Оказывается, там в атмосфере, после того, как днем ее бомбило ультрафиолетовым излучением Солнышко, остались возбужденные молекулы-атомы, и они вот ночью высвечивают, ну, как люминесценция, как на часах люминофор такой, знаете, на светящихся часах. Ну, раньше, по крайней мере, такие были популярны. Вот, вот они запасли светосумму и высвечивают. Особенно мне почитать, что там есть натрий. Вот. Но самое удивительное не это. В 1826 году астроном Ольберс сформулировал такой свой парадокс. Вот он говорит так. Вселенная бесконечна? Бесконечна. Значит, она где-нибудь заполнена звездами. Заполнена. Значит, куда ни посмотри, везде должна быть звезда. А, значит, света должно быть днём, что ночью, что днём, примерно одинаково. Куда ни погляди, потому что везде какая-нибудь звезда блестит. А это ведь не так. Ну, он думал, думал, как ему этот парадокс объяснить. У него были свои объяснения, связанные там с телесными углами, там с ослаблением интенсивности света. Это вам неинтересно долго объяснять. Гораздо проще оказалось. Оказалось, галактика наша ограничена. За пределами галактики оказалось, другие галактики есть. Но они, правда, так вот звёздными островами разбросаны. Так иначе какая-нибудь галактика до нас всё-таки должна в свет-то доходить. И получилась удивительная вещь. Если Вселенная вечна, то это должно сразу бросаться в глаза. Небо должно всё быть сиять. Вот это вечное такое сияние чистого разума. Это я иронизирую и шучу. Объяснение-то очень простое. Вселенная не вечна. Вселенная появилась, возникла, была сотворена где-то около 11 миллиардов лет тому назад. И свет с больших расстояний, чем 11 миллиардов световых лет, до нас просто дойти не мог. И, соответственно, куда ни погляди, там не бесконечное количество звёзд влучено в поле нашего зрения, а очень даже конечное. Понимаете, какая ситуация? Это раз. Во-вторых, оказывается, Вселенная разбегается. Парадокс красного смещения. И самые далёкие звёздные системы, они к нам уже у инфракрасный свет шлют вместо видимого. А может даже радиоизлучение. Какая вот получилась вещь-то? То есть, смысл такой, если бы мир не был сотворён, это сразу бы бросалось в глаза. Днём было бы так же светло, как и ночью. Или наоборот, ночью так же светло, как днём. Вот так вот. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ вам, до свидания. Здравствуйте. Вот за моей спиной портрет. Неподготовленный человек скажет, о, это же Д'Артаньян, тот самый. На самом деле, это Рене Декарт. Но вот в нашем представлении именно на него и похож знаменитый литературный персонаж Д'Артаньян. Рене Декарт был философом, числился у нас. Заодно он ещё и математик. Именно он создал современную систему математических символов. И революция, которую он произвёл, даже сильнее повлияла на развитие науки, чем появление компьютеров. Это точно. Потому что каждый мог на листочке бумаги производить какие-то вычисления, выкладки, уравнения записывать, производить такие математические исследования. Аналитическая геометрия тоже его работа. Система координат Декартова. Она и есть Декартова система координат. Нужно сказать, что он был офицером военным. Воевал почему-то на стороне Германии, хотя он был француз, против чехов. Брал Прагу. Вот такая вот история. Асада Ля Рошелли, помните, там где Д'Артаньян и Тремушки Тёрты были, тоже он принимал в ней участие. Нужно сказать, что он был не в ладах немножко с инквизицией. На всякий случай заниматься философией он уехал в Голландию. Там было попроще, там были протестанты, там упокоительствовал Вильгельм Аранский, такая знаменитая фигура той вот романтической эпохи буржуазной революции в Нидерландах. Но вот так вот получилась ирония судьбы, что со свободой профличности, как говорится, со свободой научного творчества, в Голландии ему тоже пришлось не сладко. Его там очень сильно ограничивали. А вот кардинал Ришелье опубликовал его труды в своей Франции, да, вот католик Ришелье опубликовал. А там как-то на него стали смотреть искоса за его работы, за его вольнодумство, и ему пришлось оттуда уехать. Хорошо, его пригласила королева Швеции Кристина, а Вильгельм Аранский ему помог уехать. С глаз долой этих вот фанатиков религиозных нидерландских. Правда, в Стокгольме он сразу умер. Как только приехал, заболел воспалением легких и умер. Ну, злые языки говорят, что его отравили, но это уж сейчас не проверишь, не докажешь. Вот его могилка. Сен-Жермен-де-Пре. Вот тут он похоронен. Это третья уже могила из Стокгольма, перевезли в Париж, он полежал в Пантеоне какое-то время, с Пантеона его сюда, что уже за что, непонятно. Между прочим, он, а заодно еще и, пожалуй, что основатель современной физиологии. Именно от него идет такая идея о рефлексах. Рефлексы, рефлекторные связи. Вот, говорит, человек, это человек, он одухотворенный. А вот животные, это вообще механизмы. И вот от него идет это отношение к животным как к механизму. Сейчас, я думаю, нормальный человек к животным как к механизму не относится. А вот эти все вот эти вот потрошения животных, опыты на несчастных живых существах, это все вот под его, так сказать, философию было подведено. Они же ничего не чувствуют, они орут просто так положено. Рефлекс. Они же не люди. Ну, то, что они не люди, это правильно. Но они все чувствуют и даже очень много понимают, как теперь оказалось. И его философия состояла из трех основных частей. Это трех основных положений, скажем так, лежали в основе его философии. Первое, что мир сотворен Богом. Второе, то, что после того, как мир был сотворен Богом, Бог уже не вмешивает. Все происходит по естественно-научным законам. И третье, то, что этот естественно-научный закон описывается на математическом языке очень хорошо. У него, кстати говоря, было еще и вот такое вот средневековое, схоластическое, я бы сказал, мне не очень понятное доказательство существования Бога. На мой взгляд, это очень просто. Если кто-то мир сотворил, то кто же его сотворил-то? Кроме Бога никаких кандидатов на это нет. Но, тем не менее, по крайней мере, последние два его положения, его философских, о том, что мир развивается по естественно-научным законам, они описываются математикой, с тех пор лежат в основе всех естественных наук. И в 18 веке, и в 19, и в 20, и в 21, и еще дальше, сколько у вас хватает, скорее всего, будут лежать в этой основе. Вот такой был великий человек наш, похожий на Д'Артаньяна, Рене Декарт. Всех благ вам, удачи, до свидания. Здравствуйте. Меня вот критики критикуют за то, что я вам, бывает, слишком какие-то сложные вещи рассказываю. Я бы даже сказал, заумные. Вообще, я критику не люблю. Критика, она ведь не девушка, чтобы ее любить. А критика – это не какое-то такое вот отвратительное существо такое, его никак нельзя любить. Но, тем не менее, навстречу пожеланиям критиков, я расскажу вам такую совершенно легкомысленную историю, не требующую головы. Я расскажу вам про свою педагогическую деятельность. Вот за все время, что я учу детей, я всего лишь два раза учил по-настоящему двух человек. Вот один из них был Эдик. Он попал в мои руки, еще будучи совсем таким вот трогательным, трепетным ребенком. У него была очень запущена математика и физика. И он иногда звал маму жалобным голосом. Мама, мама. Ну вот я его заставлял решать задачи, куда ему попадалась такая трудная задача. Вот тонкие лица, черты лица и сказали с гримасой. И такой вот плачет, еще он говорил, тупая задача, дебильное уравнение. Но все-таки вот решал он. Закончил школу, все прекрасно. Поступил в высшеучебное заведение, такое техническое, физико-математическое, такое образование он получил. Одну тройку, кстати, имел всего. Да, тройка причем была у него, вот как получено, я вам даже расскажу, в его оправдание. Наука такая, схемотехника. И он по ней сдавал дифференцированный зачет. Ну, значит, зачет с оценкой. И вот, ну, ему говорят, ну, тройка. Он говорит, ну, можно я еще подумаю, говорит Эдик. Он говорит, ну, что думать-то, говорит. Я же вам этого не объяснял все равно. Видите, как ему тройку влюбили-то? Ему не объясняли с него, он должен был сам додуматься, до чего-то, до чего великие умы прошлого додумались. Закончил он свой вуз и стал писать программы для спутников Земли. Вот запускал он спутники. Он напишет у него программу, и спутник тупо летает по дебильным орбитам и передает информацию. И все нормально, у него работало без боев. Он присутствовал всегда при стартах. Вот он на космодроме, Плесецк это был случай, готовится к старту ракеты. Вот в лучах прожекторов она стоит, по ней стекают такие клубы испарившейся криогенной жидкости. Там уже идет отсчет там предстартовый. А он говорит, все, снимайте, говорит, спутник, у меня не идет программа. Представляете, целый месяц тут был целый коллектив, все эти разработчики, генеральный конструктор, главные конструкторы системы этого спутника. И надо вот из-за Эдика все снимать. Ну, все, сняли спутник. Ракеты, значит, запускают. Работали двигатели, говорят, это же зрелище, Эдик говорит. Очень впечатляюще, потрясающе просто. Не поддается описанию. Улетела ракета, упала и разбилась. И спутники погибли. А спутник, который Эдик снял, остался, потому что Эдик его ошибка была в программе. Так его подходил, благодарил сам генеральный конструктор, говорит, спасибо, Эдик. Все главные конструкторы подсистемы его благодарили. Ему премию выписали. Вот видите, вот чему-то недоучил его я когда-то. Упустил что-то. И он спас спутник. Это вот иллюстрация к выражению. Во многом знании многое печали. Вот если бы он все знал бы, ну и печалились бы они. Спутник разбился. И премии бы не было. И коллектив бы вот коту под хвост пошла бы. Длительная работа, подготовка. И зачем мы туда ездили в командировку. А так хоть спутник уцелел. Вот так вот. Да, кстати, Эдик оставил занятия свои космосом. Больше я 19 апреля не поздравляю его с Днем космонавтики. Он теперь по финансовой сфере пишет программы. Вот так. Все. Пожелаем удачи Эдику. И вам всего доброго. Всех благ. До свидания. Здравствуйте. Стереокино. Знаете, это последний крик. Причем очень удачный, выгодный. Говорят, что прирост посещаемости кинотеатров связан в основном с премьерами объемных фильмов. Да, стереофильмов. Нужно сказать, что стереоскопы, стереоизображения существуют достаточно давно. Идея очень простая всегда была. Вот вы смотрите, значит, одним глазом на одно изображение, другим на другое. Картинки когда-то так рисовались. Фотографии такие были. Стереоскопы, стереофотографии. И первое стереокино было как раз так же устроено. Сажают человека и на два экрана параллельно показывают два фильма. И, значит, только что ему он одним глазом один экран видит, другим глазом другим. И так подбирают местоположение, соответственно, что он видит объемное изображение. Но это, наверное, дальше опытов не пошло, такая вещь. Действительно, успех им был, первый успех, был следующим. Это значит, если вы два изображения разноцветными делаете. То есть, скажем, синее и красное, и очки. Синие на один глаз, а на другой глаз красный. И вы, соответственно, через одним глазом видите красное изображение, другим синее изображение. Какой же глаз какой, я не помню. Но это было, такие открытки, помню, были. Единственный случай, когда Дед Мороз мне положил под елку подарок. И он долго там лежал, до 20-х чисел, пока елку не осыпался. Мама говорит, ты сходи, посмотри под елку это. И вот там такие открытки были, стереооткрытки. Я вот так был в восторге, там всякие слоны, бегемоты. Вот. И такое кино было. И это пошло. Это с 20-х годов до 40-х годов в Америке. И у нас такие стереофильмы были. Причем, значит, печаталось это так, две пленки. Одна, значит, одного цвета, другая другого, покрашенные пленки. Одна на другую накладывается, и так сразу две пленки проецируются. Вот такая вот идея была. Попытки делать два изображения, сводить с двух пленок, это всегда порвалась пленка, значит, и вторую надо точно так же вырезать кусок. Очень сложно. По-настоящему все изменилось, когда... А ведь цветное хочется изображение смотреть, а так все-таки цветное изображение не очень получается. Вообще просто не получается, когда вы через разноцветные фильтры смотрите. Поляризационные светофильтры. Значит, поляризация света у одного такая, у другого такая, и, соответственно, два изображения. Большие проблемы. Экран должен не рассеивать, а именно отражать. Алюминиевые экраны, посеребренные экраны, еще какие-то такие, чтобы при отражении не менялась поляризация света. И причем две пленки идут, да, представляете, они должны синхронно идти. Очень дорогое развлечение. Почти что шоу, почти что, ну, как сказать-то, трюк такой, да. Между прочим, в Советском Союзе, а мы-то ведь люди небогатые, мы сейчас стараемся все попроще сделать. Я помню, у нас было широкоэкранное кино на узкой пленке. Специально такой был насадка на кинопроектор, чтобы она разворачивала вот на широкий экран. И была пленка, на самом деле, правильная, 70-мм, не 35, как у нас, а 70-мм для широкого экрана. Ну, у нас ее избегали применять. А на этой пленке у нас научились снимать объемное кино. Снимают два изображения, да, на одном кадре. А если оборвется, то вот она и оборвалась. Не нужно иметь две пленки. Видите, как в Советском Союзе здорово придумали. Это наше советское изобретение. Его весь мир перенял. Ну и вот, и проецируется с одного кадра, двумя путями, разветвляется оптический ход и проецируется. Значит, такое вот изображение. Сейчас все не так. Сейчас все стало по-другому. Сейчас проецируется изображение одним проектором. Чередуются два изображения. Теперь электронные проекторы. Они 120 раз в секунду показывают для левого глаза и 120 раз в секунду для правого глаза показывают. И мы не обязательно должны через полироиды смотреть. А бывают светофильтры, такие много-много-много-много, так сказать, полос пропускают для правого глаза. И много-много-много полос, ну, чуть-чуть сдвинутых для левого глаза. Соответственно, два немножко отличающихся по цвету изображения. Для левого и для правого глаза. И мы вот так вот видим объемное изображение. Вообще, вот за эти вот сто лет большой прогресс был в области объемного кино. Спасибо вам за внимание. Всех благ, удачи. Пошли в кино. Здравствуйте. Вот сегодня мне захотелось вспомнить про одного замечательного человека Бартини. Роберт Бартини. Итальянец он. Он итальянец, авиаконструктор, но наш советский. И в анкетах везде он писал русский. В паспорте тоже. Бартини, он родился в Австро-Венгрии. Хоть и итальянский дворянин. Папа его был там, я не знаю, маркис или как там у них называется, князь. А сынок очень тоже долго вел такую нормальную княжескую жизнь. Плавал на, понимаете ли, яхте. Очень хорошо разбирался в парусном спорте. Этого потом очень важным оказалось в его карьере. А во время войны его призвали в армию. В Австро-Венгрии был. Против России воевать. Кончил он офицерскую школу в 16-м году на фронт. И в плен попал в русский во время Брусиловского прорыва. Прорыва такого знаменитого. И сидел он в лагере для военнопленных под Хабаровском. Ну и тут он стал марксистом, революционером. Понял, что вся эта княжеская жизнь, это не то, это аморально. После войны он вернулся из плена в Италию. В Италии он не стал как папа его жить. Князем таким, понимаете ли. А он пошел на завод работать. Такой вот прогрессивный завод. Стал он там на самолетостроение работать. Закончил политехнический институт. Во всем деле разбирался. А он ведь еще и подпольной работой занимался. Коммунист. Он, между прочим, придумал способ, как уходить от преследования. Так вот, надо, чтобы вас на улице не узнали. Ну, понятно, загримироваться, но по походке узнают. Вот меня все по походке узнают. А он придумал, как изменить походку. Сейчас я вам расскажу. Надо в обувь насыпать гороху. И когда вы будете по горошинкам этим идти, вашу походку никто не узнает. Вот такой был способ у Бартини. Ну, партия итальянская сказала, дорогой Бартини, не уйдешь ты все равно от шпиков фашистских. Тогда там был фашизм. Муссолини. Поезжай-ка ты в Советский Союз. Красные самолеты должны летать выше, чем вот самолеты фашистские. И он поехал в Советский Союз заниматься авиационным конструированием. Ну, в Советском Союзе, вы знаете, те времена, 30-е годы, пришлось посидеть ему, поработать в шарашке, поконструировать что-то, будучи заключенным. Ну, все обошлось. Закончилось. Его отсидки. Вышел он на свободу. Авиаконструктор продолжает. Причем выдающий совершенно. Конструкции абсолютно необыкновенные. Вот кажется, что летать не будет. Представляете, вот конструкция какая-то. Она и на самолет не похожа. Вы не поверите, но она летает. Я даже видел кинохронику, как она вот взлетает с поверхности воды. Совершенно что-то необыкновенное. Дело в том, что он аэродинамик, он ее чувствовал. В силу того, что он был весь из себя такой яхтсмен, он понимал, как надо вот, ну, как ветер с поверхностью взаимодействует. Он это очень хорошо понимал. Иногда он делал такие поверхности, что вообще против ветра могло двигаться. Говорят, вот так вот. Вот, какой необыкновенный был человек Бартини. Но он в 74-м году, кстати, умер. А в 78-м появилась книжка про него первая. Вот, с которой мы все узнали. «Красный самолет» она называлась. Так вот, Бартини, кроме всего прочего, был еще и самобытным физиком. Он разрабатывал такую вот свою собственную физику, свои собственные представления о мире, пространстве, времени. И какие-то удивительные свои находки там он находил. Но об этом говорят так все со стороны, по слухам. Мы-то эту физику не изучали. Но вот человек вот был очень необыкновенный, раз еще и физику придумал. Физики-то вообще к чужой физике относятся очень скептически. А я ее не знаю, поэтому не могу скептически относиться. То есть, никак не отношусь. Вот такие вот дела. Вот такой великий человек был в нашей стране. И писал себя в анкетах русским. Всех благ вам, удачи, до свидания. Здравствуйте. Вот недавно на звездном небе произошло загадочное событие. Необъяснимое. Сейчас вам объясню, в чем дело. Его, кстати, потом объяснили. Все кончилось хорошо. Сейчас я объясню, в чем дело. Значит, звезды в своей жизни проходят определенный путь. Очень многие звезды заканчиваются тем, что превращаются в так называемых белых карликов. В них, в этих звездах, заканчивается потихонечку термоядерное топливо. Звезда перестает себя раздувать за счет выделяющейся термоядерной энергии. Она сжимается, сжимается, при этом нагревается. Становится маленькой-маленькой, горячей-горячей. Плотный, очень плотный. Такой плотный, что там, понимаете, это как бы одна квантовая система. В ней все электроны общие. Там называется вырожденный электронный газ. Помните, в школе проходили? На одном энергетическом уровне может быть не больше двух электронов. Они в разную сторону просто спинами направлены. И вот это вот самое такое нижнее состояние. Но оно горячее, это состояние такой звезды. И это уже последняя стадия. Она потихонечку прогорит, эта звезда, и совсем потухнет. Вот так. И тут, значит, друг на небе видит следующее. Горит-горит тихонечко тусклым белым светом белый карлик. А карлик, он действительно очень маленький для звезды. И плотность вещества в нем совершенно сумасшедшая. Там какие-нибудь там тысячи тонн на кубический сантиметр. Вот такая плотность. Горит он себе, горит. И вдруг превращается, начинает раздуваться. И в течение нескольких дней, месяцев превращается в красного гиганта. Знаете, таким размером больше, чем орбита Марса, допустим. Вот так вот. Если применить, на место Солнца его поставить, если. Представляете, как? Как так? Это противоречит здравому смыслу. Всему, что могло произойти. Оно раздувается. Кстати, вот на картинке это показано. Он превратился сначала в такой вот... Когда он раздувается в красного гиганта, он сбрасывает наружные оболочки. Вот он раздувается и выбрасывает в космос вещество. Откуда столько в белом карлике вещества-то взялось? На самом деле, все, наверное, было гораздо проще. Рядом с этим белым карликом существовала тусклая желтенькая звездочка, несколько тяжелее Солнца. И она потихонечку, потихонечку, завершая свою эволюцию, должна превратиться в белого карлика. Но при тем, как стать карликом, она вот так вот резко раздувалась, превращалась в красного гиганта, выжигала в себе последнюю энергию. Это там, значит, начинается синтез. По-моему, что-то там из азота более тяжелые элементы начинают синтезироваться. Представляете? Два азота слипаются, и получается нечто более тяжелое. Значит, с зарядом в два раза больше, чем азот. При этом энергии выделяется. Энергии хватает, чтобы раздуться этому красному гиганту. И потом оно лопается, и все. И вот на картинке показана такая вещь, что она уже расширилась, это облако. Планетарные туманности такие называются, туманности, да? Вот видите, вот последние кадры, мы уже эту туманность внутрь можем заглянуть. Потому что с нашей стороны она уже достаточно разреженная, туманность стала, и свет проходит. И вот там мы видим, там две звездочки на самом деле. Красный карлик и новая звездочка, которая только-только стала красным карликом. То есть, все осталось на месте. Это мы просто наблюдали такое редчайшее явление. Невидимая почти с Земли звездочка взорвалась и превратилась в белого карлика. Вот так вот. То есть, все нормально. Процесс эволюции звезд протекает так, как нужно. Вот это оказалось просто таким артефактом редким. Так что, наука торжествует, как всегда. Всех благ вам, удачи, до свидания. Здравствуйте. Пушкин и Капитанскую дочку читали, да? Какой замечательный язык, как хорошо написано, как будто все видишь. Между прочим, этой теме, Пугачевскому бунту, как называл его Пушкин, Пушкин посвятил еще одну книгу, шикарно изданную, кстати говоря, историю Пугачевского бунта. И вот по этим двум произведениям был снят фильм в нашей стране «Русский бунт». Там Пугачев такой шикарный, Машков его играет. И в этом фильме есть сцена. Этой сцены в «Капитанской дочке» нет, а она есть в истории Пугачевского бунта. Ну, собственно, это факт исторический. История Пугачевского бунта – это научный труд Пушкина. Георг Ловец, Егор, немец, астроном, пришел на работу в Петербург, приехал, разумеется, в Академию наук, и его назначили в Астрахань заведовать обсерваторией. И вот он в Астрахань-то и поехал. Кажется, он возвращался из Астрахани. Кстати, он взял в эту поездку с собой сына Тобиаса. Товий. Товий Егорович Ловец. Так его ребенка звали. И они попали в руки Пугачева. Пугачева. Пугачев посмотрел на этого Георга. Что это у тебя тут такое? Это труба. Что ж ты с ней делаешь? Звезды рассматриваю. Я ученый, астроном. Ну, говорит, повесьте его повыше, поближе к звездам. Поехали. А мальчишка-то остался жив. Представляете, какой кошмар он пережил, да, в чужой стране. Он русского почти не знал, этот мальчик. Ну, что делать? Потерпел. Потерпел от вора. Его как-то надо все-таки отметить. На казенный счет его устроили в гимназию. В гимназии он русского языка не знает. Над ним все смеются. Он такой слабенький, больной. Но как-то он выучился. Стал аптекарем. Пожил, пожил. Уехал в Геттинген. Там у него какой-то родственник был в Германии. Выучился он там врача. Дорого это, правда, было, но выучился. И что-то как-то ему в Германии не заладилось. И он вот эту холодную Россию, из которой уехал, решил вернуться. Его опять аптекарем взяли. И он тут в России и дорабатывал свою жизнь. Между прочим, так вот он малоизвестен. Даже портрета его нет нигде. В доступных источниках. Однако именно он создал первую в России химическую лабораторию. В принципе говоря, он был предшественником в химическом плане нашего Ломоносова Михаила Васильевича. Да и Товий Егорыч, что он тоже наш. В России жил, в России умер. Несчастливо жил. Четверо детей у него было. Все умерли в младенчестве. Какая-то жизнь у него такая была тяжелая. Правда, он сделал замечательное изобретение. Очень важное, между прочим. Вот почему он не попал на первую страницу учебников химии, физической химии, я не понимаю. Он открыл абсорбцию веществ углем активированным. Представляете, именно он придумал очистку водки активированным углем. Вот этот Товий Егорыч наш, любимый, дорогой, придумал чистить водку активированным углем. И его заслуга, его открытие. Еще у него было одно замечательное наблюдение. Это было необыкновенное небесное явление в Петербурге. Галло. Галло, на котором было что-то больше полутора десятков разных дуг светящихся цветных. Вот он его внимательно зарисовал. Все углы успел измерить Товий Егорыч. Вот это вот тоже его заслуга. Это называется до сих пор, это явление, петербургский феномен. Или феномен. Я не знаю, куда сейчас правильно ставить ударение стало. Вот. Вот это вот все Товий Егорыч. Ну, а уж противогаз скольким людям жизнь спас. Это все, в принципе говоря, обнаружено свойство углепоглощать всякие примеси, которые обнаружил Товий Егорыч Ловец. Тобиас Ловец. Спасибо вам большое за внимание. Всех благ вам. До свидания. Удачи.